Городище Базок 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 Позднее же, с приходом ислама на территорию Казахстана, городище Базок стало средневековым некрополем. На его территории было построено 5 мавзолеев из сожженного кирпича. Вокруг этих мавзолеев сформировался обширный некрополь. Всего нами было исследовано более 70 грунтовых погребений на городище Базок. Все это говорит об особом сакральном статусе, который Базок нес на протяжении всей истории своего существования. А это около тысячи лет, с 7 века по 16 века. Города возникают не на пустом месте. Они возникают в местах, которые привлекали человека в течение многих столетий, иногда даже тысячелетий. То есть это особые сакральные ландшафты, которые бывают насыщены и древними, и средневековыми объектами. Поэтому наша столица, город Мусултан, также построена на месте, где была длительная предшествующая история племен, обитавших здесь в Верхнем Преишине. Один из этих сакральных объектов был раскопан нами в урочи Кугинжар. Это элитарный или царский могильник до Смолинского времени или раннего Железного века. Он находится на правом коренном берегу реки Ишим, и место это было выбрано тоже не случайно. Перед ним расстилается прекрасная, красивая пойма реки Ишим с многочисленными старицами и ручейками. Поэтому данное место, оно само по себе оказалось сакральным. Курган был очень интересный. В насыпи его мы обнаружили или раскопали 7 водных погребений. Это стандартная ситуация, то есть водные погребения очень часто встречаются в курганах, которые уже были до этого насыпаны. По костям, которые были отправлены в Италию, и сделан радиоуглеродный анализ, эти 7 водных погребений относятся к средневековой эпохе. Что касается самого кургана, то он был насыпан тоже по дате, радиоуглеродной дате костей, фрагментов костей человеческого скелета, которые мы обнаружили в центральной могильной яме. То есть курган был насыпан в 7-6 веках до нашей эры, или около 3000 лет тому назад. Здесь, в верховьях Ешима, обитали или кочевали племена, которые облюбовали это место под элитарный сакральный мемориальный комплекс. Вот этот курган, он очень интересный тем, что могильная яма на поверхности была не видна. К ней ввел подземный дромос, или траншейного хода спуск, длиной 7 метров, и уже на конце этой траншеи, подземной траншеи, была сооружена сама погребальная камера. К сожалению, могила кургана казалась неоднократно ограбленным. Это тоже такая традиция, характерная для, особенно для царских курганов, или элитарных курганов Сары-Арки. Остались только фрагменты человеческого скелета, и по ним нами как раз была определена дата 7-6 века до нашей эры. Этот могильник не является единичным. До этого мы раскапывали такой же, даже более сложный курган, который относится к категории не просто курганов, но и таких храмовых комплексов на проспекте Сыгнак. То есть до появления или до застройки этой части современной столицы, здесь когда-то были дачи, и среди дач оказался царский курган, который мы так и назвали курган Сыгнак. Он тоже датируется 7-6 веками до нашей эры, имел очень интересную наземную конструкцию, которую мы исследовали. Памятник опубликован в научных статьях наших сотрудников. Памятник опубликован в научных статьях наших сотрудников. Памятник опубликован в научных статьях наших сотрудников.